Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня обсуждаем ситуацию на финансовых площадках. На финансовых площадках. Сережа не согласился, что у нас под заголовок такой. Ключевым остается испанский вопрос. А Сергей Карыхалин говорит, нет, ничего уже ключевого там и нет. Так, ерунда. Ну, мы его, собственно, выслушаем в этой связи. Почему он так к испанскому вопросу настроен? Потому что из Италии приехал, как сказал. Итак, дорогие друзья, представляю. Сегодня у меня в студии Наталья Ешилова, главный аналитик Бинбанка. Добрый вечер, Наташ. Здравствуйте. И Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, прежде всего, Наташ, как всегда, ты великолепно выглядишь. Ой, спасибо. Пожалуйста. Сережа, ну, тебе я побоюсь такие комплименты отвешивать. Хотя ты тоже неплохо выглядишь, учитывая, что ты после отпуска сам об этом сообщил. Ну, вот, был ты в Италии, да, и, соответственно, не об Испании, так об Италии ты сегодня точно нам расскажешь. Уважаемые слушатели, напоминаю, телефон в студии, куда вы можете позвонить и задать вопрос моим гостям или поделиться собственными наблюдениями 651099,6, код Москвы495. Еще раз повторю, сбился. 651099,6, код Москвы495. Сайт финам.фм, там есть закладочка, комментарии, можете задать вопрос, пользуясь, собственно, интернетом. Значит, я начну с того, что традиционно посмотрим на текущую картину маслом, что происходит на финансовой площадке в данное время, 18.05 в Москве. Кстати, в Америке сегодня выходной, да, они празднуют, забавный праздник под названием День Колумба. А как празднуется День Колумба, Наташа? Ой, я, к сожалению, не в курсе, как празднуется День Колумба в Америке. Да им лишь бы только не работать, мне кажется, да? Столько праздников у них. Мне кажется, в России все равно больше, конечно. Я вспоминаю замечательный фильм, помните, старый, «Весна». Герой Плята такую фразу произносил, крылатую. Где бы не работать, только вы не работаете. Ну ладно, это, наверное, не связано с празднованием День Колумба, хотя забавно все-таки. День Колумба. Хорошо. Несмотря на День Колумба, американские площадки торгуются, вяло-вяло сегодня. И текущая ситуация следующая. Доу Джонс чуть-чуть ниже воды. 0,2 теряет в моменте. Примерно столько же S&P 500. Отметился он, кстати, в пятницу, да? Хорошо открылся. 1460, там было, по-моему, даже побольше. И аккуратненько все это дело закрыл Медвежий и Свичевой. Значит, наши ребята сегодня полны пессимизма. РТС минус процент теряет. ММВВ минус 3 процента. Ну, понятно, по какой причине, да? Поскольку здесь есть валютная составляющая. Но я напомню, в моменте, да, когда это было после открытия и днем, там были даже цифры еще веселее. Нефть, кстати, забралась выше 111. О бренде я сейчас говорю, да? О марке Brent. Выше 111. Я торговала сегодня даже ниже 110. У нас ключевая какая-то цифра по Brent 110. Так, золото, ну, ведет себя вяло-вяло сегодня, 1675. А евро-доллар пытается все-таки к 1,20 день спуститься, не получается у него никак. 1,20, 1,75, текущая котировка. Ну, еще раз повторю, рынок сегодня вялый все-таки. Вялый такой, да, аморфный. Какое еще слово такое, неругательное подобрать? Праздничный. Праздничный день голуба. Вялый, аморфный, праздничный. Браво, Наташа. Хорошая цепочка такая выстроилась. Ну что ж, давайте начнем. Ну, и если не возражаетесь, Сереж, да, давай начнем с тебя, потому что ты нам прежде всего расскажешь, как там в Италии. Ты был в отпуске в Италии, в Риме, на юге, загорал, купался, радовался жизни. Вместе с итальянцами, я надеюсь, они тоже радуются жизни, да? Да, ну, не только итальянцы, но и туристы иностранные тоже в огромном количестве. Никаких кризисных проявлений я не заметил. Вот я об этом, конечно же. Господи, итальянцы, в смысле, туристы иностранные меня меньше интересуют. Я спровоцировать хотел тебя. Итальянцы-то радуются? Ну, никаких забастовок я не видел. Никаких, что все работает четко по рассказанию. Они в курсе, что ты из России, что ты аналитик, ТКБ Капитал, потому что они попрятались все. Сейчас Серега уедет, мы опять начнем бастовать. Да нет, нет, достаточно были плотно погружены в жизнь. Нет, ну, действительно, это важно. Ничего вот такого, о чем мы говорим каждый день практически. Да, ну, нет, безусловно, наверное, есть проблемы с госбюджетом, есть проблемы с высокой долговой нагрузкой, есть проблемы у отдельных банков, но в какой-то... Ну, госбюджет на улицах не увидишь, да, проблему с госбюджетом. А вот в Испании показывают, там забастовки, да, в Греции показывают, там забастовки, в Италии такого нет. Да, ну, в Италии безработица, она, по-моему, порядка 10%, по времени, как в Испании, 23-24, так что, да, очевидно, что социальные проблемы в Испании гораздо острее, чем в Италии. Наверное, если хочется увидеть какие-то проявления кризиса, то лучше ехать в Испанию. А ты поэтому в Испанию не поехал? Нет, не поэтому. Ну, просто так получилось, да. Путевка такая, да, была путевка такая. Ну, ладно, Наташа, ты где была в этом году в отпуске? Я в этом году была далеко, в Доминикане, там тепло, там нет кризиса, там финансового рынка, мне кажется, тоже нет. Там ничего нет вообще, да, я вспоминаю сам себя, да, такое ощущение, что ты, ну, ладно, банальность эти, в раю там и не в раю. Ничего нет, ничего нет, ничего и никого там просто. Хорошо, ладно, тогда не будем вспоминать о твоем пребывании в Доминикане, хотя, наверняка, ты о нем вспоминаешь периодически. Давайте вернемся к ситуации на фондовом рынке. Ну, сегодняшний день, может быть, уже можно вычеркивать потихонечку, скорее всего, ничего существенного не будет, а все же, все же, вот же я, да, проанонсировал за кадром, за эфиром и забыл. Сегодня же праздник в Европе, сегодня же в Европе праздник, сегодня официально открывается ЕСМ, да, Европейский стабилизационный механизм. То есть механизм теперь официально есть, правда, непонятно, работает ли он. Вот давайте поговорим об этом. Вообще это праздник, ну, если так говорить. Ну, безусловно, да, я думаю, что европейцы должны это отметить, потому что мы очень долго к этому шли, долго ждали, когда же у нас появится этот защитный механизм. Я думаю, нам тоже стоит отметить. Нам тоже стоит, конечно, нашему рынку это немаловажно, что мы понимаем, что у нас есть, наконец, фонд, да, у него есть определенный объем, сейчас там 80 миллиардов евро, но потенциально там 700 миллиардов евро, и эти реальные деньги, собственно, благодаря которым мы надеемся защитить такие Испанию от каких-то жутких неконтролируемых кризисных явлений, связанных с банковским сектором, да, там, с дальнейшим погружением в рецессию. Вот, поэтому я считаю, что да, открытие ЕСМ, ну, это ожидаемо, это все знали, но это положительный процесс, что он есть, да. Теперь, что отрицательно в этом процессе, я, по крайней мере, вижу, что для того, чтобы понять, как он работает, ну, купили велосипед, да, а кататься не умеем, он стоит у стеночки, бедолага, красивый такой, блестящий. У тебя был велосипед в детстве, Сереж? Да. Да? Такой трехколесный? Трехколесный? Разные были. Разный? Ну, как это разный? Ну, был, вот, в частности, больше всего на Каме я проездил, такого синего цвета, да, ну, хороший такой велосипед. О, а Наташа, а ты? У меня в детстве не было, появился уже в сознательном возрасте, уже во взрослом. То есть, детство у тебя бессознательно прошло, да? Да, мимо. Без велосипеда, без велосипеда. Мне вспомнился сейчас Почтарин Печкин сразу, да, как он сразу преобразился, когда ему подарили велосипед. Ну, ладно, это, извините, такая метафора. И, тем не менее, вот есть некий механизм, есть велосипед, он красивый, блестящий, да, стоит у стены и не ездит, потому что никто не умеет, никто не знает, как это делать. Когда поедет ЕСМ, что должно случиться, Наташа? Ну, собственно, он едет, он, теоретически, он едет. Ну, милый мой, ну, как можно ехать теоретически? Ну, 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 вот, но он поедет, как только Испания, собственно, обратится за помощью. Потому что фактически все детали у нас уже проработаны. Мы знаем, что будет делать ЕЦБ. Мы знаем, да, примерно под какую программу это пойдет Испания. Мы знаем, что у Испании есть определенный бюджет с определенными параметрами, который, в принципе, неплохой. Ну, есть, конечно, определенные вопросы, но, в принципе, там, дефицит бюджета на уровне 4,5% — это хороший, да, хороший показатель. Вот. Вопрос только, наверное, в политической воле обращения Испании за помощью. Вот. И даже не столько Испании, сколько вот мы помним, недавно были статьи, что там Германия против даже, чтобы Испания сейчас обращалась за помощью, да. Ну, у нее в Германии сразу придется деньги доставать. Ну, деньги-то, в принципе, они уже, как бы, там и заготовлены, да. Есть механизмы, есть вот эта идея с гарантиями 20-30% по, там, следующим выпускаемым испанским бандам в следующем году. Вот. Германия просто считает, что мы видим неплохие доходности по Испании сейчас, да, то есть, что там, там, 5, сколько, 5-6%, да. Да, то есть, ну, даже зачем, да, зачем, то есть доходности ниже пиковых, в принципе, страна функционирует, да, там, реструктуризация банков идет прежними темпами, скоро мы получим эти деньги, видим их, вот, наконец-то, когда они определяются и все это одобрят. Извини, я, не покидает меня мысль, вот, ты все так излагаешь уверенно, и вот этот союз, мы, у меня такое ощущение, что если ты не глава Европейского Центробанка, то ты где-то там рядом, понимаешь, ты где-то вице-президента, как минимум. Ну, к сожалению, нет. Ну, почему, может, и не к сожалению, почему же не к сожалению? Ну, я просто очень плотно связываю, на самом деле, вот, динамику процессов, происходящих в еврозоне с нашим рынком. Ну, это очевидно, конечно. Да, с нашей валютой, с нашими акциями и так далее, вот, таким образом, все-таки хотелось бы увидеть как можно скорее политическую волю со стороны. Давайте мы о ней, безусловно, поговорим, мы поговорим, сначала послушаем новости в исполнении Насти Юрьевой, и потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем разговор о ситуации на финансовых рынках, и все-таки я так настойчиво предлагаю обсудить Испанию. Дело в том, что и вопросы, касаемые, и я, приходят. Прежде чем мы продолжим, я напомню, уважаемые слушатели, телефон в студии, по которому вы можете позвонить, задать вопрос 6510-99-6, код Москвы 495. Сайт компании «Финам.ФМ», пишите, звоните, собственно, мы будем очень рады. Наташа, давай продолжим, я тебя прервал, к сожалению, по поводу Испании, все там неплохо, да? А потом я прочту вопрос нашего слушателя, касаемые, собственно, этой ситуации. Ну, собственно, по Испании мы ждем этого конкретного политического решения, есть разные точки зрения, да, на то. Мне кажется, рынки, в принципе, понимают, что Испания за помощью обратится, потому что очень амбициозный план на следующий год по заимствованию, мы самостоятельно, страна с такими проблемами с ними не справится. То есть вопрос у нас заключается в том, когда это произойдет, и пока рынки находятся не в таком жестком кризисном состоянии, да, скорее даже в неплохом, Испания может тянуть время благополучно, ждать там региональных выборов. А вот логика, смотри, Сереж, вы меня поправьте, я, естественно, могу ошибаться. Вот логика тянует, смотри, вот сам факт обращения Испании за помощью, он как восприниматься должен, позитивно или негативно? Ну, я думаю, что для тех же испанских политиков это, я думаю, будет негативно, потому что... То есть они признают свое непрофессионное... Вот у нас, допустим, в 98-м Сергей Кириенко объявил дефолт, да, стал известен, в общем-то, записал свое имя в историю России. Ну, его, я так понимаю, назначили объявить дефолт. Да, да, соответственно, также и сейчас, наверное, испанские руководители, они не хотят, в общем-то, попасть в историю Испании теми, кто обратился за помощью. Логично. Если вот эту составляющую убрать, Наташ, то это хорошо или плохо Испания просит помощи? Ведь именно это включит механизм ЕСМ, да, это даст возможность опробовать велосипед, уж извините. Да, да, действительно, я считаю, что для рынков это будет плюс, потому что Испания там со своей внутренней политикой как-то сама уже будет разбираться, а все остальные понимают, что долговые рынки у нас стабилизируются. Тем более в рынке уже, да, что у Испании проблемы, все это прекрасно понимают. И это, ну, как бы уже, как это называется, уже деталь, да, это дело техники уже скажет. Ну, учтено уже, конечно, да, по многому. Вот, поэтому, что мы будем понимать, что на долговых рынках у нас есть механизм защиты, который вот уже в действии. Не когда-то теоретически он там будет работать, а он уже в действии. Мы можем, собственно, спокойно покупать там себе испанские облигации на баланс, да, это там касается европейских банков. Недвижимость. Я думаю, что еще рано, 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 вот, а вот облигации банков уже можно будет более интересны, точно так же, как и итальянские, и это, собственно, будет стимулировать спрос на рисковые активы в целом по рынку. Кстати, заодно посмотрим, да, Драги обещал, что как он это все будет делать. Ну, наверное, весь логик. Значит, я прочту вопрос, уважаемые коллеги. Вопрос нашего слушателя Никиты. Здравствуйте, пишет Никита. Насколько реалистичным вы считаете, внимание, Сережа, тебе не понравится, сценарий выхода Каталонии из состава Испании? О как. Так, например, пишет Никита, каталонцы производят примерно четверть ВВП Испании. Это правда, нет? Ну, это достаточно крупный регион, там. Ну, ладно, неважно, по крайней мере, значимый, да, значимый. Не подстегнет ли текущий кризис к расколу Европы на отдельные мелкие республики, независимые от единой европейской валюты? Возможно, такие маленькие республики смогут обеспечить свое небольшое население, не претендуя на экономическое лидерство. Это было бы логично, кстати, да. Но вообще, вот эта идея сепаратизма, она вот в такие острые времена, политические, экономические, она всегда витает в воздух. Кстати, Испания, это же не итальянцы, но они тоже горячие ребята, итальянцы, да? Но испанцы, они известны, они у них там, этот, Бойбаков, Корида, там, все дела. Тем более, Каталония, тем более, там, Баски недалеко. Они же, по-моему, даже что-то такое уже пытались произнести. Сереж, как ты к этой идее относишься? Ну, идея, да, наверное, совсем этого нельзя исключать, в принципе, если регион, да, собственно, ну да, когда даже я был в той же Каталонии, видел, что у многих на балконах висят флаги Каталонии, то есть... Не Евросоюза, не Испания и даже, да? Да-да-да, флаги Каталонии. А когда ты был в Испании, кстати? До Италии или после? Года два назад. Ну, то есть это идея сепаратизма, идея независимости, идея, там, своего языка и так далее. Безусловно, она там живет уже давно. То есть нужно просто... Вот года два назад, я так понимаю, да, это было просто... Ну, не хочу никого обидеть, ну, просто символ такой, декорация была такая. Да, никакого, наверное, подоплеки не было такого глубинного смысла. Давайте отделимся сейчас, да. А сейчас, учитывая ситуацию, это может... Да, ну, очевидно, что, наверное, вот эти вот местные политики в отдельных регионах могут использовать вот эту вот тему кризиса в своих интересах, чтобы попытаться убедить избирателей в том, что все их проблемы, они идут от какого-то центрального правительства, которое ведет неправильную политику. А мы будем лучше. Да, да, ну, вполне возможно, наверное, в каких-то отдельных регионах что-то подобное может произойти, но, опять-таки, наверное, все-таки... То есть ты смотришь... Люди будут все-таки взвешивать все за и против, потому что, помимо каких-то плюсов, такие вот выходы, да, из состава стран, вот эти вот декларации независимости, они будут иметь какие-то минусы свои. И к чему это хорошему не приводит, как правило, да, Наташа? Ты как думаешь? Да, я думаю, что это малореалистичный сценарий, да, несмотря на то, что есть, конечно, какие-то разговоры, всегда есть какие-то партии, которые спекулируют там на отдельных... Кстати, извините, я вот вспомнил бы, это было, собственно, весна этого года, да, помните, Греция, очередной виток кризиса, политического кризиса, да, и у них тоже там правые рвались к власти и тоже что-то били себя кулаками в грудь или, как Ильфа Петров писал, ушами по щекам. Вот, ну, примерно такие же они предлагали. Давайте мы сейчас придем к власти, и мы все, отделимся в Драхму и все, и заживем. Но греки не пошли на это, вот, испанцы несколько другая ментальность. Ну, я думаю, что они тоже понимают, что регион тесно интегрирован в страну, да, это тесно экономические связи в первую очередь. Они в Евросоюз ту же самую валюту, то есть как это технически будет происходить, они будут оставлять себе то же самое евро, которое, опять же, ну, то есть зарплаты пенсии в евро, значит, надо где-то брать это евро, и опять же у них с бюджетом те же самые проблемы, как бы. То есть глобально они, я думаю, что это нереалистично. Ну, то есть, я так понимаю, что вы сошлись во мнении, да, согласились друг с другом, что все будет хорошо. В Испании, как это, восторжествует разум, да, над эмоциями восторжествует разум. Грецию я вспомнил. Кто с ней-то с бедолагой? Да, ну, по-моему, с Грецией, собственно, там ничего не меняется, все происходит примерно так же, как и раньше. Так понимаю, что ежеквартально они должны отчитываться перед тройкой своих кредиторов, да, для того, чтобы получить очередной транш помощи. Вот, и каждый раз какие-то возникают проблемы, каждый раз они там заново вынуждены договариваться, каждый раз им вынуждены идти на какие-то уступки, потому что они в очередной раз не смогли выполнить взятые на себя раньше обязательства. Вот, по-моему, там все по-прежнему так же, опять есть опасения, что они не смогут договориться, не получат очередной транш помощи и не смогут обслужиться обязательства. Вот, ну, наверное, все-таки договорятся. Ну, учитывая интонации, да, учитывая твою интонацию, когда ты все это рассказываешь, я бы так сказал, ну, вот это, ну, и вообще надоели они уже. Да. А вот рынок так, Наташа, к этому относится рынок так уже, не воспринимает Грецию уже всерьез? Я думаю, что все морально уже готовы достаточно так хорошо к тому, что по Греции будет какое-то там не очень хорошее развитие ситуации, да, и, в принципе, мы знаем, что решение отложили до ноября. И, собственно, рынок поэтому спокойно там ждет, когда тройка проведет какие-то переговоры, да, хотя мы уже видим, что с бюджетом тяжело, что нет какого-то согласия единого в сокращении госбюджета между партиями, нет общего понимания, как это будет, нет понимания среди европейских политиков, как они будут финансировать Грецию, которая уже не укладывается в... Ну, и потом сколько ее можно финансировать, ничего же там все равно ничего не меняется. То есть пока тянут ее на выпуске краткосрочных там облигаций, да, государственных, на которые есть просто стороны греческих банков. Собственно, эта схема, она может быть жизнеспособной несколько месяцев, в принципе, пока. Месяцев. Я думаю, что да. Так, а потом? Вот, ну а потом уже, как бы, если политики не согласятся финансировать Грецию и идти на уступки дополнительно, да, на какие-то, то придется запускать механизм контролируемого там выхода страны из еврозоны. Вот, ну, просто это настолько вопрос уже обмусоленный, скажем так, да, настолько к нему уже все готовы, что, я думаю, он воспримется адекватно более-менее. Ну, то есть даже если Греция, вот мы слышим завтра объявление о том, что все, они договорились. Кстати, Меркель завтра собирается в Грецию. Да. Когда встречаться, да, с Самаросом. Самарос, во-первых. Вот, потом тройка кредиторов должна наконец-то резюме, потому что они тянут в конце сентября. Я не обещаю в конце сентября сначала. Ну, понятно, почему они этого не делают. Тоже никаких ожиданий-то особо положительных нет. То есть я веду к тому, что вот, ну, смоделируем ситуацию, несколько дней, в утренем эфире вы слышите, все, Греция, значит, открывается дверь и, значит, Греция выходит. И рынок к этому спокойно, ну, относительно, в кавычках, относительно спокойно к этому. Мы не увидим там 1,20, 1, паритет. Ну, в моменте, мне кажется, мы увидим коррекцию, да. Главное тут понять, будет ли представлен четкий конкретный план защиты от распространения вот этих вот кризисных явлений, да, на остальные страны. Если там в течение двух месяцев у нас этот план будет четкий конкретный, и Германия выйдет, собственно, и скажет, что, да, там, от Греции мы отказываемся, собственно, инвесторы несут убытки по своим обязательствам, но тем не менее у нас Испания защищена, у нас Италия там защищена, Португалия у нас все в порядке. То, в принципе, коррекция будет временной, там, ну, собственно, не отразится на долгосрочных каких-то трендах. То есть это просто такая реакция на эмоциональную будет, да? Ну, просто реакция на новость, да, эмоциональная, собственно. Сереж, ты как думаешь? Ну, согласен, что уже этот, если говорить в медицинских терминах, Греция это такой уже больной орган, который уже давно болит. Надо его отрезать. Все к этому привыкли, поэтому если от него избавиться, то станет только лучше, наверное. Я прошу прощения, конечно, уважаемые слушатели и вас, в том числе, но несколько программ подряд, вот когда мы обсуждаем макроэкономику, все время, ну, так, получается, разные же люди в этой студии. И все время у нас метафоры рождаются медицинские почему-то. Больной скорее жив, чем мертв, знаешь, это в разговоре о Штатах, например, да, когда мы, там, рынок труда... Кстати, вот тоже очень интересно, немножко, может, я не в тему, но у нас не так много времени осталось до следующих новостей. Если не сложно, объясните мне, хорошая статистика по Штатам вышла в пятницу, я имею, рынок труда, Сереж, или все-таки плохая? Ну, если смотреть на цифры, то хорошее, но надо иметь в виду, что в Штатах сейчас, по-моему, минимальное за несколько лет количество занятых. Как доля от всего населения, то есть там большое количество людей просто не работают и работу не ищут. Откуда 7,8 безработицы? Вот поэтому, как раз отсюда мы имеем такую сравнительно низкую цифру безработицы. Потому что люди просто, они не являются безработными, они просто... То есть они на бирже не стоят, условно говоря, да? Да, они вообще как бы... На бирже, как говорилось. Ни в чем в экономической жизни не участвуют. Живут на какие-то, не знаю, на свои накопления. Да, наверняка. На какое-то подсобное хозяйство и так далее. Огурцы, помидоры выращивают. Мне забавно было бы посмотреть, как это... Американский огород, как он выглядит. Американский огород. На самом деле, вот доля юмора, но это действительно правда. У меня подруга живет в Нью-Йорке, она выращивает помидоры в Нью-Йорке, в приусадебном своем участке, там рядом с... Ну она их консервирует, нет? Нет, она для себя, для салата. Это очень интересно. Ну давайте мы послушаем новости, а потом продолжим про помидоры. Итак, мы продолжаем, уважаемые слушатели, еще раз добрый вечер. Мы продолжаем сухой остаток на Финам-ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Разговариваем сегодня о ситуации на финансовых рынках. Ну и вот, собственно, в основном пока в Европе мы находимся. Хотя нет, вот Наташа рассказала о подруге в Америке. Она выращивает помидоры. Она ботаник просто, может быть, нет? Нет, это я была в шоке, но это у них действительно модно выращивать что-то самому, у себя, прям для себя. Нет, ну там другая тема может быть. Они все борцы за экологически чистые продукты, может быть. Да, 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 вот это вот, да. Но это еще не то. Это еще не та мотивация, по которой большинство наших сограждан выращивают помидоры. У тебя есть огород, кстати, Сереж? Ну, есть, но как-то в последние годы все меньше и меньше его засаживает с какими-то... Да, почему? Овощами, фруктами. Цветы перешел. Все больше цветами, да. Это нормально. Хотя они несъедобные, я тебе хочу. Ну, не все, по крайней мере. Ну, красивые. Красивые, это да. Ну что ж, продолжим наш разговор. У нас есть вопросы. У нас есть вопросы, их много. Давайте я их начну читать. Итак, Юрий спрашивает. Уважаемые гости, как вы думаете, не пора ли вносить изменения в налоговое... Ну, немножко мы, извините, да, я вас сразу переориентирую. Мы сейчас о России вопрос. Не пора ли вносить изменения в налоговое законодательство России? Во как, мало туда изменений внесли уже. В это трудное время с людей, вкладывающих средства в депозиты, удерживается налог только при превышении ставки рефинансирования, и они ничем не рискуют. А с акционеров, ну, я так понимаю, из тех, кто инвестирует на фондовый рынок, удерживается налог со всего дохода, и в то же время они могут потерять все свои средства. Ну, не надо, все это зачем уж. Стопы надо выставлять, уважаемый Юрий. Может ввести такое положение, чтобы и с акционеров удерживали налог только на доход, превышающий ставки рефинансирования. Тогда и рынок наш оживет. Вот, молодец. Это единственное, чего не хватало, чтобы рынок наш ожил. Тогда и рынок наш оживет, ведь должны же наши руководители головой думать. Спасибо, Сереж. Ну, в принципе, наверное, ничего против такого предложения не имею. Ну, как минимум, логично это, да? Вполне разумно, да. Здесь инвестиции, здесь инвестиции, по сути. Так же можно? Ну, да, в принципе, можно, слушатель может попытаться свое предложение отправить к какому-то депутату Госдумы, чтобы он потом это предложил. Юрий, да, напишите кому. Напишите кому. Единственное, что я как-то сомневаюсь, что рынок наш тогда сразу же оживет. Наташа, ты как думаешь? Ну, оживет, конечно, вряд ли, но для развития рынка, в принципе, неплохая идея. И я думаю, что она с успехом реализуется в других странах. Там, в США, по-моему, есть отличные льготы для инвесторов, неплохие тоже по доходу. Ну, то есть, в принципе, это жизнеспособная идея. Ну, это логично, по крайней мере. Потому что, действительно, мы вот на протяжении многих передач касаемся, да, когда пойдут деньги, как заманить большие деньги, как... А потом каждый раз выясняется, что, как правило, наша несовершенная инфраструктура несовершенная, да, юридическая сторона несовершенная, потому что надо... И ничего для этого не делать. Так, Андрей пишет... Андрей пишет... Так, со знакомой... Ну, это вот в разговоре про Евросоюз. Со знакомой из Кипра разговаривал. У них пока кризис не чувствуется. Хотя разговоры о 14 миллиардах. Вот, кстати, Кипр, да, там тоже у него ведь какая-то швах, положение швах, Сереж. Ну, да, в общем-то, так как он плотно связан с Грецией, то, естественно, у кипрских банков тоже достаточно серьезные трудности. Вот, с экономикой все очень хорошо. Но, я так понимаю, что просто страна по своим масштабам достаточно маленькая, и поэтому она какого-то серьезного влияния на Европу в целом не может оказать негативного. Поэтому на Кипр все так вот сквозь пальцы смотрят и серьезно к ним не относятся. Ну, 14 миллиардов — это приличные деньги, я вам хочу сказать. Ну, если на Греции уже потрачено больше 200 миллиардов, то 14 миллиардов — это очень мало по сравнению с этим. — Ну, и вот мысль Андрея в Греции, считает, он разум не восторжествовал, что мешает также относиться к Испании, вот я так понимаю, по-русски если перевести. В Греции разум не восторжествовал, что мешает также относиться к Испании, то есть что и там разум не восторжествовал. Есть логика в этом, Наташа? — Логика, конечно, есть. Я думаю, что именно сейчас вот, значит, северные страны Еврозоны пытаются не допустить этого сценария, потому что, да, конечно, испанцы бы хотели ничего не менять в своей стране, не сокращать там налоги, не сокращать дефицит бюджета, жить как жили, просто бы им дали там какие-то очередные помощи, и, собственно, они просчитывали на то, что экономика начнет расти. Ну, очевидно, что это очень маловероятный сценарий, надо как-то ужиматься, надо приходить к каким-то более приемлемым показателям соотношения госдолга к ВВП, и, собственно, конечно, остальные европейские страны как раз и хотят, чтобы это уже была не Греция, потому что масштабы экономики совершенно другие, да, и если Испания у нас еще войдет в какое-то схожее положение, то ситуация в Еврозоне будет выправляться очень и очень долго, то есть это уже, наверное, будет там о других совершенно сроках речь идти, и мы сейчас видим уже, у нас есть механизм рекапитализации испанских банков, да, то есть вот вроде как по последним новостям там в начале ноября обещали им уже начать деньги перечислять, то есть механизм есть, уже есть решение, есть одобренные средства, осталось вот их только получить, в конце концов. Попросить, я бы даже сказал, да? Ну, по банкам, да, мы их так получим, а вот помощь стране еще, да, осталось попросить, в принципе, и это бы, наверное, стабилизировало рынки и помогло как-то снять эту проблему, потому что, ну, пока, пока у нас есть план, есть какие-то надежды, да, на то, что он будет выполняться, есть механизм, который будет защищать это. Помните, да, этот старый мультик, у вас есть план, мистер Фикс? Я не смотрел? Ну, как замечательно. Ты-то не видела? Нет, я видел. Боже мой, какой я старый. Извините тогда. Итак, продолжим. Я почему-то вспомнил о Китае сейчас, но не в связи ни с мультиком и ни со всем остальным, а все-таки Китай серьезный риск для мировой экономики, насколько я понимаю, поэтому, вот что по этому поводу, Сережа, можно прокомментировать? Ну, наверное, вообще мало людей, которые хорошо понимают, что происходит в Китае, потому что там достаточно... А можно продолжить твою фразу? Мало людей, которые понимают, что происходит, включая самих китайцев, можно так? Или все-таки они немножко соображают? Ну, наверное, есть те, кто соображает, вот, но насколько это выходит наружу, сказать сложно. Безусловно, вот, то есть, безусловно, мы видим, да, по тем же рынкам металлов, по сырьевым рынкам, по динамике торговли китайской внешней, видим, что темпы роста там замедляются. Вот, ну, вот, насколько все это, насколько масштабно, насколько китайские власти ситуацию держат под контролем, насколько они смогут, как бы, рост экономики поддержать, вот это вот сказать, конечно, сложно, вот, но сейчас есть некий консенсус, что китайская экономика будет расти медленнее в этом году, вот, собственно, это как связано с рядом внешних причин, так и внутренних, там, в отдельных секторах какой-то перегрев был, вот, соответственно, еще важный фактор политический, то, что там, по-моему, в ноябре... Ну да, у них там, ну, она, правда, это не выборы в Штатах, это просто... Ну, понятно, что не выборы, но, тем не менее, власть меняется, и, видимо, там, какие-то, может быть, экономические меры, собственно, новые, вот, председатель госсовета новые может предложить, вот, соответственно, каким-то образом это может на китайскую экономику повлиять. Вот, ну, безусловно, риск есть, ну, это три риска есть всегда, сколько я себя помню, все время все боятся, что в Китае с экономикой что-то случится. Вот, пока ничего не случилось, но, может, и случится когда-то в будущем. Ну, конец тоже, да? Сережа, сколько себя помнит и все время ждет, когда что-то случится. Аташка, как ты относишься к Китаю? Да, ну, я считаю, что Китай, он все-таки, пока себя чувствует достаточно неплохо, да, темпы роста экономики, там, обсуждаются, у них будет 8% или 7%, но, тем не менее, 7-8% это отличный темпы роста экономики, да, пока ему жесткая посадка. Ну, я тебя поправлю, извини, конечно, да, обсуждаются даже не 8, 8,7 с половиной, насколько я помню, да, половина процента, да, ну, это вот для Китая серьезная история. Нет, ну, естественно, это неприятно, неприятно для всей мировой экономики и для нас, как для поставщика, там, экспортных ресурсов в Китае, но в целом я просто не жду такого действительно жесткого сценария какого-то по Китаю, потому что власти очень серьезно отслеживают ситуацию, готовы, там, идти на уступки, готовы идти на какие-то количественные послабления для банковского сектора, там, для поддержки, там, своих производителей китайских различных программ. Но они готовы, а результат-то будет? Ну, я считаю, что да, они в состоянии удержать темпы роста на приемлемом уровне, то есть, в принципе... Не просто нарисовать эти темпы роста, а именно... Да, то есть, там идет неплохое развитие... Наташа, вот вопрос к тебе как раз, Никита пишет. Как раз хотел по Китаю спросить, вы меня опередили, почему замедление экономики КНР критично для всей мировой экономики? Разве это не выгодно Штатам и России, замедление развития Китая? Ну, давай вот так, почему замедление экономики Китая критично для всей мировой экономики? Ну, к сожалению, есть такой термин, или, к счастью, глобализация, да, то есть, мы все идем в одной, собственно, лодке и в одной связке. И замедление Китая, это будет означать для России, в частности, это ограничение экспорта металла, в первую очередь, то есть, мы получим точно такое же замедление роста своей промышленности. Для Америки точно так же Китай является поставщиком огромного количества ресурсов, поставщиком продукции, собственно, которую американские компании производят на китайских фабриках, и в то же время Китай является основным инвестором в облигации США, то есть, кто будет компенсировать вот эти выпадающие расходы для поддержания, там, наращивания расходов в США. Поэтому связка тесная, нужно, чтобы постоянно у нас регионы росли, там, Китай, Россия, и США будет лучше всем, чем кто-то. Ну, то есть, вторая часть вопроса снимается, да, выгодно, замедление Китая не может быть выгодным ни Штатам, ни России, да, потому что именно в глобальном мире мы живем. Ну, то есть, это всем выгодно, когда рост, он сбалансирован, да, когда нет никакого перегрева, то есть, когда нет никаких перекосов, да, то есть, когда все растут сбалансированно, вот, то никакого нет затоваривания, да, вот, то тогда все хорошо для всех. Да, именно, именно потому, да, вот то, о чем Наташа говорила, что живем в глобальном мире, тут, как бы, вариантов-то не так много. Возвращаемся в Европу, извините уж мы сегодня с вами галопом, да, то в Китай, то в Европу, то в Америку. Ну, что ты хочешь, 21 век. Андрей задает, ну, точнее, продолжает, да, у него много вопросов сегодня было. И, опять, вопрос касаемо Испании. В продолжении, видимо, наших разговоров, вот, немножко просто не догнал, а безработных куда девать, спрашивает Андрей? Около 25 процентов, ну, где-то такая, да, если не официальная безработица, и около 50... Да, это официальная. 50 процентов, это уже по молодежи. По молодежи, да, да, да. Те, кто 30 лет. Конечно, денег дадут, денег дадут, но во что, что дальше? Что дальше? Ну, да, ну, тут есть, наверное, два каких-то пути. Это либо экономический рост и создание новых рабочих мест. И вот для этого там, в частности, много очень, там, в этих вот проблемных южных странах занимаются изменением законов, да, чтобы было проще уволить старых людей, вот, то есть, чтобы, наверное, досрочно отправить на пенсию, чтобы вот эти вот рабочие места сводить для молодых. Вот, там, какие-то варианты с временной занятостью, чтобы, там, вместо одного, который работает 8 часов в день, работали двое по 4 часа. Вот, ну, то есть, какие-то такие вещи, да, то есть, как-то стараться создать новые рабочие места хотя бы вот с неполной занятостью, чтобы, тем не менее, люди могли работать и хотя бы какие-то минимальные деньги зарабатывать. Но это реально изменит ситуацию или это опять статистика просто? Не, ну, реально, наверное, конечно, с уровнем безработицы 25% быстро что-то делать сложно. Ну, как бы, Испания к этому шла долгие годы, то есть, безработица росла постепенно, наверное, и, собственно, решение задачи, оно также будет длительным, растянется на тоже на много лет. Вот, ну и плюс, там, молодежь испанская может уезжать в другие страны. Например? Ну, в ту же Германию, в северную Европу, искать работу там, там работать. То есть, это нормально, у них, собственно, никаких преград для этого нету, надо только выучить язык. Не очень, я так представляю, сами немцы, да, не очень позитивно на это смысл? Ну, я думаю, что да. Им хватает и так уже, собственно, на своей шее различных там обременений. Устраивать чужих безработных им, конечно, не хочется. В Восточной Европе, я так понимаю, уже достаточно давно в Германии топчет. Ну, там много, да, там очень большая проблема с теми же самыми арабскими иммигрантами тоже, которые приезжают, занимают места. Вот, ну, я соглашусь, да, с Сергеем, то, что быструю проблему решить нельзя. Действительно, очень такой серьезный вопрос, актуальный, потому что, как мы помним, там, как правило, страны выходят из таких затруднительных положений, стимулированием роста экономики, да, там, США в Великую депрессию, которая создавала какие-то инфраструктурные проекты за счет наращивания госрасходов как раз, да, не сокращение их, а наращивание, и, соответственно, трудоустраивало людей. То есть сейчас... Наташа, я прошу прощения, сейчас слушаем новости. Ну что ж, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток, последняя часть, последняя часть нашей программы. Меня зовут Олег Дмитриев, мы будем уже через некоторое время подводить итоги. Собственно, продолжим разговор. Кстати, опять вот, видите, у нас есть, как это называется, ментальная связь со слушателями, потому что, да, мы вот сейчас за эфиром разговаривали о рынке недвижимости Испании, и что ты хочешь, Андрей присылает вопрос. Поэтому, абсолютно, в этой связи, по этому поводу. Вопрос читаю. Один из толпов экономики Испании – это недвижка. Ну, понятно, да? Рынок недвижимости. И все, что с ней связано, о чем ты говорил. А она, ну, скажем так, не в лучшем варианте. А дальше я немножко не понял. А если несколько лет, то, опять же, почему не Греция? Вот это я не очень понял. Германия, там турки есть из Восточной Европы. Знакомая в Нюрнберге живет. Ну, что-то не очень. Я понял, а вот, тем не менее, да, вот эта вот история с рынком недвижимости Испании, она показательна. Как раз Андрей по этому поводу, это, наверное, не вопрос все-таки, да, больше его ремарка. То есть, я так понимаю, основные проблемы, да, ну, может, не главные, но основные. Ну, да, в том числе, безусловно, большое влияние на безработицу оказал кризис в строительном секторе испанском. То есть, надо понимать, что это и строители, и люди, которые недвижимость продают. Да, собственно, так как активность в этом секторе упала, многие остались без работы. Вот. Ну, как бы, если сравнивать с Грецией, то, наверное, все-таки экономика Испании, она гораздо лучше диверсифицирована, чем греческая. То есть, в Испании есть и, там, помимо сельского хозяйства, есть какое-то машиностроение, какое-то какие-то высокотехнологичные отрасли. Ну, да, какое-никакое. Вот, поэтому, наверное, Испания в этом плане более жизнеспособна, чем Греция. А, кстати, вот какое-то время назад мы вспоминали, мучительно, а что делают в Греции? Ну, помимо туризма, конечно. Кроме оливкового масла ничего не пришло в голову. Ну, там есть большие порты, то есть, они оказывают услуги по... По логистике, да, это так, наверное, это... Ну, по... А, нет, как... Работают с грузами, да. И все, да? И, по сути, все. Наверное, какая-то нефтегазовая небольшая промышленность, наверное, есть. Ну, наверное, в глобальных масштабах они этим конкурируют, не смогут конкурировать с другими странами. Хорошо, еще один вопрос. Денис из Москвы. Я считаю, что кризисное явление отражает лишь безработица. Кризисное явление отражает лишь безработица. Это вот мнение Дениса. А она будет расти с развитием технологического процесса. Кстати, я... Извини, Денис, я прерву буквально цитату и... Вспомнил я, где-то прочел вчера-позавчера. Экономика по-индийски, по-моему, да? Логика какая? А! В журнале я вспомнил, где я читал. Значит, невозможно найти крестовую отвертку в Индии. Невозможно найти крестовую. Почему? А потому что... Идийское правительство рассуждает, да? Если крестовая отвертка, это значит, что, да? Там, я не знаю, 10 человек не нужны для того, чтобы заветить шуруп. А нужен только один, потому что у него есть крестовая отвертка. А если ее нет, значит, нужен один, который имеет обычную отвертку, второй, который болтик поддерживает, третий, который гаечку, там что-то... Ну, вот такая логика. Можно так говорить? То есть, вот опять я сейчас продолжаю читать вопрос Дениса. Безработица в данном случае, да, это вторая сторона технологического процесса. Как придумали крестовую отвертку, вот эти ребята, раз, не нужны уже. Девять человек не нужны. Нужен только один. В этом случае штаты находятся в наиболее выигрышном положении, продолжает Денис. Так как расходы на социалку здесь громадные, но относительно ВВП минимальные. Ну, это... у него есть такие сведения. При этом бедные слои населения живут как средний класс в России. Спасибо. Наташа, что по этому поводу? Прокомментируешь? Ну, по поводу того, что... Ну, технологический процесс... Технологический процесс угрожает росту безработицы, да? Я считаю, что это все-таки не столько соответствует действительности, потому что технологическое развитие, оно создает какие-то новые рабочие места, да? Может, человек будет стоять не с отверткой, он там будет контролировать на мониторах какие-то процессы. Ну, то есть, явно не стоит идти никакой экономике по пути ограничения вот этих вот так отверток, да, и создания десяти человек с отвертками вместо там... Потому что они будут получать денежку какую-то. Ну, тем не менее, хорошая экономика, хорошо функционирующая, да, она позволяет человеку реализовывать себя в каких-то других вещах. Сейчас растет спрос на... Не столько вот на механическое закручивание гаек, сколько на какие-то там более высокоинтеллектуальные услуги, там, творческие услуги, да? То есть, растет уровень жизни, рождается спрос на новые сегменты рынка. И не надо, может, крутить эту отвертку, может, стоит там создавать, концентрироваться на каких-то других вещах. Ну, то есть, это слишком упрощенный взгляд какой-то на вещи, да? Ну, я думаю, что да, он как бы не соответствует. Комментируешь? Ну, да, добавлю, что, собственно, ход истории, наверное, вот эти опасения слушателей не подтверждает, потому что, да, вот, если рассмотреть случай, что, допустим, раньше пять человек закручивали, там, какие-то винтики, теперь делает один, там, самый способный из них, да. Но зато, как бы, да, он зарабатывает больше денег, наверное, и теперь он может... Ну, вопрос, а куда эти четверо-то делись? Вот это вопрос. Эти четверо работают в ресторане, в кинотеатре, там, делают какой-нибудь... Интернет какую-нибудь... Землю копают. ...блог, в который потом вот этот вот один работающий, он потом пойдет покушает ресторан, посмотрит кино в кинотеатре. Логично. Зайдет в какую-нибудь социальную сеть и там что-нибудь напишет. А так они сидели бы в пятером голодные и крутили бы эти шурупы. Никакой жизни. Вопрос, Владимир. Я, опять-таки, хочу вас сразу сориентировать. Резко мы меняем сегодня курс. В данном случае тема даже резко поменялась. Владимир спрашивает. Раньше говорили, что рубль намерен падать. Ну, есть мнение, вот я не люблю эту формулировку, но тем не менее, да, у нас был разговор о том, что рубль есть риски к снижению. Интересует мнение ваших гостей, так и ваше личное мнение. Ответ. Конкретные уровни до конца года и на середину 2013 года. Просьба не надо о цене на нефть и о курсе евро-доллара, и о ток капитала из России. Вопрос ради желания сохранить капитал. Ну, если позволить, я немножко переиначу, наверное, этот вопрос. Есть ли смысл держать сейчас, да, сбережение, сохранить капитал, сбережение в рублях до конца года или середины 2013 года? Наташа. Если мы хотим услышать только цифры, да, то я все-таки за рубли, я считаю, что к концу года он себя еще проявит, и к доллару будет где-то порядка 29,5 рублей. То есть он даже будет... Если мы не будем обсуждать, да, там, сценарий, нефть и так далее, да... Ну, он не хочет, Владимир, чтобы он обсуждать. Ну, то я, да, я все-таки считаю, что... Цену на нефть, говорит, не надо обсуждать евро-доллары. А что же обсуждать-то тогда? От чего зависит курс доллара-то, ну, дорогой мой? Ну, то есть если грубая оценка, то... 29,50, то ты до конца года, да, еще намереваешься увидеть. Ничего себе. Ну, я, наверное, скажу, что самый лучший прогноз – это текущее значение курса. А я вам хочу сказать, в смысле, скажу сейчас текущее значение. Да, ну, то есть там порядка 31... Да, вот, текущая котировка 31,17. Ну, он вокруг 31, вот, ходит там всю неделю прошлую и сейчас опять. Да, естественно, как бы курс сейчас в большой степени у нас свободный, да, то есть в достаточно широком коридоре колеблется. ЦБ, в части, принимает минимальное в торгах, как только какие-то сильные движения ограничивает. Вот, поэтому, в зависимости от факторов внешних, может двинуться в любую сторону. Но так как это некие вероятные события, да, то можно ориентироваться на текущий уровень. Я бы так и делал. Я понял. Ну, то есть, другими словами, смотрите, мы, наверное, да, не будем, хотя Наташа, собственно, взяла на себя такую смелость, не будем цифры до конца года. Я больше, наверное, Сережа, мое мнение тоже спрашивали, вы уж извините, я с Сережей больше соглашусь, поскольку действительно факторов может быть разное, ну, и немногообразное количество, немного их, да, мы говорим, либо вот так вот случится, либо так. Ну, кстати, все равно о цене на них надо было упомянуть. Ну, хорошо, не будем. Поэтому под влиянием фактора мы увидим либо укрепление рубля, либо ослабление. Ну, учитывая, что наверняка в ближайшей перспективе каких-то серьезных потрясений не должно бы быть, поэтому логично всегда говорить о диапазоне. Вот диапазон, я сейчас даже смотрю на график и вижу, ну, я, честно говоря, не видел так ниже, да, ну, 30.50 все-таки, вот это нижняя его граница, а верхняя 31.50, там, кстати, линия нисходящего тренда. Вот это мое мнение. Ну, да ладно, давайте продолжим. Значит, есть еще вопросы у нас сегодня. Так, так, это мнение Андрея, но я его зачту. Поясню, он спрашивал о рынке недвижимости, да, полтора-два года строительный цикл, говорит Андрей. Ну, собственно, сейчас уже о строительном цикле, ну, об Испании опять речь. О строительном цикле, наверное, говорить уже бессмысленно, потому что там, да, уже недостроя столько, что никакой цикл здесь значения не имеет. Испания потребляет больше, чем зарабатывает. Вот это мнение Алексея. Безумные долги отсюда. Что толку от помощи Европы? Ну, вот, кстати, Наташа, если можно прокомментировать. Действительно, испанцы такие маньяки. Они прям тратят, 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 ну, знаете, все на свои кориды. Ну, если мы говорим о государстве, да, то мы видим, собственно, соотношение госдолга к ВВП, да, там, на уровне, там, 80%. Ну, это не самый критический еще. Это не самый критический уровень, но, наверное, он неприятный, потому что очевидно, что расходы правительства, они превышают доходы. Страна находится в хроническом дефиците бюджета, и с каждым годом ей необходимо все больше и больше денег, чтобы это все финансировать, да. Сама она это не может, да, где взять и начинает заниматься. Да, поэтому проблема в том, что потребляет больше, чем производит, она отражена, собственно, в дефиците бюджета любой страны. Это действительно актуально. Помощь еврозона, она может помочь прекратить развитие кризисных процессов, да, то есть вот этой вот острой стадии кризиса, гроза которой там была так актуальна летом, скажем так. То есть сейчас Испании могут дать шанс остановиться, одуматься там на пару лет, как-то... Пояса затянуть, как модно говорится. Затянуть пояса и попытаться уже как-то более сбалансированно жить, когда будет видно, ну, готовность инвесторов там ее финансировать в дальнейшем. То есть, другими словами, механизм вот этого, да, спасения проблемных стран, ну, так он называется, да, то есть в отношении Испании это не решение ее вот этих вот проблем внутренних, да, то есть дефицит бюджета, давайте мы дадим денег, а у них будет профицит теперь. Это как раз возможность приостановить, да, вот эти вот... Да, это просто возможность остановить вот развитие острого кризиса в стране и прийти как-то в порядок, там, дать ей года два-три на то, чтобы восстановить, собственно... Кстати, в этой связи опять, извини уж, Сереж, логично вспомнить Грецию, ведь деньги, да, которые ей давали до этого, они на те же цели были направлены, да, чтобы остановить кризисные явления. Ну, да, на те же, просто там кризисные явления были гораздо более глубокие в Греции, то есть там очень, по-моему, там порядка 10% спад ВВП, там безработицы, по-моему, порядка 30% или выше, то есть там просто все очень тяжело. В Испании все... Опять вернемся к медицинской тематике, там запустили болезнь, просто, видимо, это так, да? Запустили. Здесь вот Испанию пытаются на койку сейчас уложить в этот стационар, она, правда, упирается, говорит, нет, я дома поболею, там, таблеточек попью. А ее хотят, да, и отсечь у нее вот этот орган, который уже тоже начинает мешать. А Греция, да, она, к сожалению... Так, ну ладно, все более-менее понятно. Я вас благодарю, сегодня замечательный, мне кажется, был разговор, такой у нас витиеватый несколько, но в любом случае мы обсуждали сегодня проблемы макроэкономики, ситуации на финансовых рынках. Я напомню, у меня в гостях были Наталья Шилова, главный аналитик Бинбанка, и Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ Капитал. Уважаемые слушатели, я хочу, значит, обратить ваше внимание, на этой неделе не так много важных макроэкономических событий, но, тем не менее, внимание будет обращено, прежде всего, на Европу, на Испанию, на Грецию, дай бог, чтобы все там было хорошо, потому что мы с вами в этом тоже заинтересованы. Всего вам хорошего, спасибо за внимание, успехов на рынке, до свидания.